Всем привет, с Вами Кривуль Андрей Чарли и это третья часть урока по World Creator 2 и в ней я продолжаю обзор всех крутых фич. Далее, после Custom Base Shape, который разбирали в предыдущем уроке, идет Seamless. Данная опция делает бесшовный ландшафт, то есть убирает видимые границы, тем самым позволяя тайлить данную область в 3D редакторах. Если Seamless выключено, то ландшафт становится уникальным, но не бесшовным. Далее идет Fractal Noise, с помощью которого можно создавать более детальный ландшафт. С помощью Strands, Вы можете управлять силой выдавливания и делать более шумный или сглаженный ландшафт. А с помощью параметра Factor, настраивается процент смешивания между ними. Ниже идет очень интересная опция, которая позволяет менять вид ландшафта с помощью кривой в Realtime. Правой кнопкой мыши добавляются детали, левой удаляются. Под этой кривой можно настроить радиус кисти, а с помощью Tools сделать сглаживание, Flatten или сделать сброс с помощью Reset. Также можно настроить Scale влияние кривой. А ниже, с помощью Fractal Levels можно настраивать детализацию. Кстати, на канале Design VSTP от Taller, Вы можете посмотреть детальный урок по уровням World Creator 2. Ссылка на урок появится вверху. Чем выше уровень, тем больше мелких деталей в ландшафте. Как можете заметить, первый уровень имеет влияние только на базовую форму. На втором уровне Displacement Noise'а более мелкий, а на самом последнем, еще меньше и детальнее. Комбинируя все эти настройки с изменением кривой, можно получать довольно интересные эффекты, не используя фильтры. Кстати, я хотел рассказать о одном правиле работы с Edit Curve. Как только вы включили данную опцию, сразу же уменьшаем значение первых двух уровней до 0 и регулируем Scale. Таким образом, у вас будет более правильный результат влияния кривой. Например, если в данной ситуации поставить Scale равный 0.09 и начать редактирование кривой, то вы увидите, что она работает должным образом и все ваши изменения применяются к ландшафту. Таким образом, можно получать еще более интересные варианты ландшафта, нежели значением равным 100% для первых двух уровней. Я рекомендую поэкспериментировать с настройками данного модификатора. Ниже редактора кривой, идет опция Edit Offsets, которая позволяет редактировать смещение разных уровней детализации. Смещение можно делать по горизонтали и по вертикали. Итак, это все, что я хотел рассказать по вкладке Base. Теперь переходим к фильтрам. Как только вы перейдете в эту вкладку, вы сразу же увидите кнопку Add Layers, которая позволяет добавить множество слоев для разнообразных фильтров. В каждом из слоев, вы можете добавлять разные фильтры, смешивать их между собой, перемещать, использовать area для радиуса влияния фильтра и так далее. Если нажать кнопку Add напротив Filters, откроется библиотека разнообразных фильтров, которые придают больше реализма вашему ландшафту. Фильтры состоят из категорий, в каждой из которых находится определенное их количество. У каждого из фильтров есть превью его действия и краткое описание возможных настроек. Давайте создадим фильтр Curve, который находится в первой категории General. Выбираем его и нажимаем ОК. Как только вы нажмете эту кнопку, появится окно настроек данного фильтра. Также, вы увидите иконку Curve. И если добавить еще любой из фильтров, то появится отдельная иконка для него. В любой момент, вы можете менять положение данных иконок, тем самым получать разные действия и эффекты работы фильтров. Но об этом поговорим позже. А сейчас поговорим о настройках фильтра Curve. У каждого из фильтров есть настройка силы влияния с помощью параметра General Strength и свои уникальные параметры. Я думаю, вы помните, что в Base была настройка Edit Curve, которая очень похожа на этот фильтр, но она влияла на базовую форму. А теперь еще с помощью данного фильтра можно получать другой интересный результат. Для кривой есть параметры минимальной и максимальной высоты. Ниже нее, как обычно, есть Tools, которые позволяют сбросить настройки, сделать Smooth или Flatten кривой. Для работы с фильтрами, вы можете использовать полезный инструмент, который находится на панели слева и называется Toggle Hate Maps. Как только вы нажмете данную кнопку, вы заметите красную область, которая показывает влияние вашего фильтра. То есть, если теперь крутить параметры фильтра, то вы увидите, как меняется красная область. Тем самым, будете следить за его влиянием, следуя визуальным изменениям. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok